добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас следующий урок на альфа курсах зачем и как нужно говорить другим о своей вере иногда люди спрашивают зачем нужно говорить о своей вере разве это не дело личное каждого человека в некотором смысле это конечно так но это слишком значительно чтобы быть просто только личным делом каждого иногда говорят вот есть в моей семье родственник который верующий вот он прекрасный христианин но он ничего о себе не рассказывает ну как бы в общем то это его личное дело но если бы например мне никто не рассказал о христе не рассказал о спасительной жертве иисуса христа то тогда я не знала бы христа получается это не просто личное дело моё говорить о своей вере кому-то или нет но это не только моё личное дело это касается других людей которые находятся хотя бы вокруг меня моей семьи моих ближних моих друзей и так зачем же нам говорить другим людям о своей вере во первых иисус заповедовал нам идти и говорить об этом если обратиться к библии к новому завету к ветхому завету то само слово пойди для того чтобы рассказать о христе или о своей вере или каких-то чудеса господних то это слово пойди употребляется в библии 1540 раз новом завете 233 раза а все остальные ветхом завете и вы знаете это одна из весомых причин почему мы можем пойти и говорить во вторых это то что он некоторые люди они нуждаются в этом как живой воде они нуждаются в этом потому что чувствуют пустоту в своей жизни и они не знают чем заполнить эту пустоту им нужно именно вера им нужно слово божие им нужна защита от бога но они не знают кому пойти прочитаю вам слова одной из певиц шината конор который она сказала в трудные времена своей жизни человечество чувствует пустоту из-за того что наше духовное начало уничтожено и мы не можем найти способ самовыражения в результате мы заполняем духовные дыры алкоголем наркотиками сексом деньгами внутри человека мрачно замечает она застрял крик вопрошающий об истине итак мы говорим потому что они жаждут они голодны представьте если вы находитесь посреди пустыни например сахары и вы очень хотите пить и вы находите к источник воды вы пьете и вы знаете что есть люди которые недалеко от вас находятся или рядом с вами они тоже нуждаются в этой воде но вы умалчиваете об этом потому что вы стесняетесь или потому что считаете что сейчас не время об этом говорить но на самом деле это нехорошо если ты нашел такой источник источник наполнения то нехорошо не поделиться этим источником нехорошо самому напившись уйти и не дать возможность другому напиться человеку в евангелии есть такая история описана об иисусе христе когда он сидел у колодца и у колодца была другая женщина она была самаритянка и она черпала воду из колодца и иисус предложил попросил вернее у нее на пицца воды и она сказала ну как же ты ты из другого места идешь мне я не могу тебе дать на пицца но дело не в этом дело в что она ему дала воды он попил и сказал что я могу дать тебе другой воды у меня есть другая вода вода это жизнь вода жизни я могу напоить тебя он рассказал ей об этом и когда это слово коснулось ее тогда она пошла в то место где она жила где она обитала и она пошла не для того чтобы просто вернуться с водой но она пошла для того чтобы рассказать другим людям об этом она пошла и сказала что есть человек который может дать жизнь который может дать напиться воды живой и также мы с вами когда мы рядом с кем-то то мы тоже можем наполнить жизнь этого человека тем что расскажем о христе в следующее почему мы можем это сделать потому что евангелие переводится как радостная весть вообще слово христе это добрая весть это радостная весть это хорошая новость как обычно вот нашей жизни распространяется хорошие новости когда я родила вторую дочь то когда рожала первую еще не было возможности там с телефонами с мобильными телефонами быстро там звонить кому-то говорить да и в то время не разрешалось в начале двухтысячных годов с собой брать да там какие-то вещи в роддом а сейчас вот когда я вторую дочь рожала можно было все что угодно взять как в роддом в палату до в родовое отделение и у меня собой был мой телефон и первым делом когда вот я только ее родила она лежала рядом со мной мне еще не было в палате то первое что я попросила медсестру попросила чтобы она мне дала мой телефон и она мне его подала и я позвонила или даже нет я смс я отправила смс своему мужу сказать что родилась арина сообщила ему ее рост вес вот чтобы порадовать и когда я отправила смс то вторая мысль которая мне пришла мне очень захотелось позвонить маме и рассказать ей об этом тут уже я не стала писать смс я набрала ее номер и когда я набрала ее номер то ее телефон был занят я набрала еще раз линия абонент был занят когда я дозвонилась через пять минут то мама взяла трубку и я хотела ей сказать эту хорошую новость но мама уже об этом все знала она могла сама мне сказать кто родился какой рост и какой вес и когда я пыталась удар уже дальше по цепочке всем своим родным сообщить то они уже все знали прекрасно эту новость потому что это была хорошая это была радостная новость не нужно было говорить моему мужу ты пожалуйста сообщи всем моим родственникам об этой новости не нужно было говорить моей маме об этом эта новость она распространялась сама также и здесь добрая хорошая новость а евангелие она тоже распространяется потому что мы делимся ей этой новостью хорошим мы хотим поделиться мы радостные сами и мы хотим поделиться этой радостью с другими людьми тем более если господь сам господь христос он вошел в нашу жизнь вошел в наше сердце и имея его имеем мир божий имея его любовь имея его радость в своей жизни мы хотим чтобы в жизнях наших ближних людей которые находятся рядом с нами был тот же мир тоже любовь тоже радость тоже счастье которое дает только он который заполняет эту пустоту которая есть нашей жизни есть нашем сердце с чем мы можем столкнуться до когда мы рассказываем другим людям об иисусе христе или о нашей вере во первых мы сталкиваемся с с бестактностью да мы можем говорить немного не ну как сказать бестактно да то есть мы говорим неаккуратно как же что я имею ввиду когда мы например знаем библию знаем слово божие что говорит нам и мы пытаемся прямолинейно об этом говорить людям когда я была молодой христианкой и я училась библейский курсах на библейской школе в другом городе мы ходили гуляли мы были молодые и мы хотели все со всеми поделиться этой радостной новостью которую мы имели мы хотели рассказать о христе а его царстве а его дарах а его плодах о том что он помолиться за всех мы хотели как-то ускорить да это событие его пришествия хотелось говорить о том что он скоро придет и мы ходили и говорили словами библии например мы говорили сегодня последний день спасения покайся или говорили если не покаешься ну лично я говорю про себя если не покаешься пойдешь в ад и у меня была такая ситуация когда я когда мы с моей знакомой подругой мы были на рынке другом городе санкт-петербурге и мы решили рассказать об этом людям научены то что мы должны делиться этой хорошей новостью и мы были на рынке и в конце уже рабочего дня мы подошли к двум мужчинам и это были 90-е годы прошлого столетия мы подошли к двум мужчинам о том чтобы рассказать и так как я была молодая я как-то не стала обращать внимание на то что они намного старше меня не стала обращать внимание на то что уже их рабочий день закончен и они уже целый день были на рынке они были не совсем трезвыми и не замечая это все я просто им прямолинейно сказала если вы сейчас сегодня не покаетесь вы пойдете в ад конечно потом я немного об этом пожалела даже немного потому что они были старше сильнее и не мне просто на мой на мой на мое предложение покаяться они мне сказали что скорее всего это мне придется кается то что я сказала мне нужно будет так скажем задуматься своей жизни потому что не их ждет смерть а скорее всего меня будет ждать смерть потому что они сильнее их двое а я осталась уже одна моя подруга она как-то быстро поняв ситуацию она меня оставила но все закончилось хорошо но так больше я никогда не поступала никогда больше не говорил о том что если человек сейчас не покаяться или сейчас не примет христа свое сердце то и его дни жизни они сочтены то есть мы понимаем что мы что раз это добрая новость радостная весть мы должны быть тактичными мы должны быть понимающими мы должны видеть ситуацию когда мы можем об этом говорить и в какой форме иногда лучше промолчать иногда лучше сказать но всегда нужно быть вежливым и понимать внимательным вникающим ситуацию в которой ты находишься и второе конечно же вторая крайность которую мы можем упасть это страх когда кажется ну кажется и меня не получится сказать как я могу сказать иногда даже когда тебя конкретно спрашивают ты верующий человек а ты вообще а что с тобой происходит ты веришь в христа и и тебе как кажется сложно ты как как будто бы всей своей жизнью всем своим тылом защищаешь его бога защищаешь и тебе страшно признаться потому что кажется что тогда тебе придется отвечать за твои слова на самом деле мы не должны этого бояться в этом нет ничего потому что то что говорил христос то что несет божий вера в бога она несет только доброе и хорошее конечно же мы своей жизнью подтверждаем наши слова и есть несколько принципов которыми можно пользоваться когда говоришь о христе можно не просто говорить только словами но можно и собственными делами говорить и эти способы я вам сейчас расскажу первый способ это твое присутствие что значит твое присутствие если мы откроем евангелие от матфея главу 5 стих 13 то мы прочитаем там такие слова которые говорит сам иисус вы соль земли и 14 стих вы свет мира 16 стих тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного что значит свет мира и что значит соль земли когда везде темно то есть когда приходит свет то становится светло и также соль что значит соль мы привыкли видеть соль в солонках дома до чтобы нам посолить пищу мы берем солоночку она обычно такая небольшая но что кого-то побольше мы солим свою пищу и принимаем кушаем его но раньше когда не было холодильников не было холодильных камер не было способов заморозки то тогда продукты для того чтобы не сохранялись их пересыпали солью и мы также здесь на этой земле мы можем быть светом мира светом миру и солью земли мы можем иметь обширное влияние на окружающие нас общество и все что нам нужно нужно сделать это быть в этом месте присутствовать там где мы можем присутствовать о чем я говорю если ты находишься дома и ты у тебя дети маленькие и твое присутствие это твоя семья ты являешься светом миру и солью земли в твоей семье если ты ходишь на работу ты работаешь то где ты можешь нести свет и где ты можешь быть солью это на твоей работе на том месте где ты находишься при где твое присутствие в магазине на работе в транспорте где угодно конечно сейчас мы изолированы по большей частью мы находимся дома ну или на работе но и дом дома наши близкие люди наши родственники наши любимые люди которые рядом с нами родители дети супруги они нуждаются в этом свете они нуждаются в этой соли потому что то что есть сейчас в этом мире она очень жестоко на очень зло но мы неся в себе христианские ценности воспитываем себя на этих христианских ценностях и мы можем их распространять мы можем их нести как своими делами и поступками на том месте на котором мы находимся хочу конечно мы можем занимать разные посты служебные знаю одного человека который занимал большой пост в администрации города и он когда он понял что он на том месте на котором он находится он может говорить о христе конечно не всегда удобно говорить говорить я верующий да или там слушайте меня я знаю христа не это неудобно делать но это и неправильно делать так так прямо некоторых ситуациях но тем не менее находясь на своем посту он мог делать делать дела добрые он имел сострадание к людям которые к нему приходили он был внимателен просящим он был сострадателен тем то испытывали какую-то наш дух и обращались нему за помощью он пользовался тем что он свет миру он говорил о христе своими поступками своим вниманием если ты разные служение могут быть у тебя у нас есть например в церкви у нас есть служение помощи бездомным людям людям без определенного места жительства и люди которые участвуют в этом служении участвуют в этих кормлениях до людей которые не имеют возможности проживать и питаться хорошо они не говорят впрямую да они не вернее не говорят но они не постоянно об этом говорят они что-то делают они их кормят они заботятся они лечат их если они нуждаются какой-то медицинской помощи или люди которые нуждаются в оформлении паспортов документов то есть им помогают им это делают это тоже на том месте они проповедуют евангелие своим присутствием и в этом есть польза в этом есть как сказать божья благодать потому что люди жизни которых находятся в той ситуации да в тех обстоятельствах они меняются они тоже приходят ко христу а в 90-х годах очень много в нашем городе было детей которые ну были без бездомные да тоже они жили в разных местах они жили в подвалах они жили где проходит теплотрасса где проходят трубы с горячей водой или с отоплением и наблюдая эти моменты когда была разруха до 90-е годы прошлого столетия они нюхали клей употребляли наркотики и и видя вот это вот мы с молодежью с молодыми людьми нас было несколько человек была группа мы решили просто ходить ну собирать их да хотя бы раз в неделю мы приходили мы с ними общались мы их собирали садили в машину в автобус и привозили в здание церкви и в здании церкви мы просто с ними разговаривали играли занимались и ну что-то готовили для них покушать и вы знаете на тот момент казалось что и жизни трудно изменить потому что у них была и зависимость у них и были очень сложные обстоятельства они в основном все были семейные то есть у них были родители но родители они бы ну вели непотребный образ жизни они пили они не следили за своими детьми не кормили своих детей было очень сложно им жить и проживать но вот сейчас посмотрев да что столько времени прошло я знаю жизнь измененная этих детей я знаю есть дети которые они живы здоровы они уже не дети у них есть семьи у них есть свои дети и это в принципе достойные граждане нашего общества одна девочка у нее была очень сложная ситуация у нее была только мама и сестра но им было очень сложно у них было очень плохое жилье они очень много пили но девочка она выросла и сейчас она в нашей церкви она сама является учителем воскресной школы и она учит мою младшую дочь сейчас вы знаете это просто благословение Божие и смотря на нее я благодарю Бога потому что на тот момент были люди да которые своим присутствием принесли такой свет им и говорили своими делами и поступками о Христе и есть измененная жизнь что мы еще можем сделать еще мы можем в своей семье давайте поговорим про свою семью мне очень нравится эта тема потому что сейчас как-то мы оторваны да от каких-то своих дел но вот семья это как вот сейчас помещены помещены да в семью наши отношения возможно раньше мы как-то мало общались а сейчас мы имеем такую чудесную возможность общаться и это не просто для некоторых это радостно это наслаждение это счастье для некоторых это становится непростым временем хочу прочитать прочитать вам из первого послания Петра третьей главы и здесь говорится про жен чтобы Петр говорит чтобы те из них те из жен которые про мужей говорится простите пожалуйста чтобы те из них мужья мужья не покоряются слову приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житье вы знаете давайте я еще раз вам прочитаю чтобы те мужья которые не покоряются Божьему слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житье Петр здесь говорит про то что те мужья которые не знают Христа которые не имеют христианских каких-то ценностей не верят в Бога но их жены они верующие они последователи Христа они могут не говорить только не проповедовать не говорить мужу ты должен поверить в Христа но они могут приобрести для Божьего Царства своего мужа не словом а своим богобоязненным чистым житием тут именно сказано про жен но я хочу чтобы мы сейчас подумали с вами не только про жен но и наоборот возможно кто-то из мужей он знает Христа но жена она не покоряется слов или не отвергает Христа его веру или например родители и дети отношения их и вы знаете в нашей семье существуют именно такие отношения взаимоотношения когда мы с вами не говорим уже со своими словами словом не проповедуем словами близким своим своим родным не говорим что вам нужно тебе нужен Христос тебе нужно покаяние тебе нужно прощение Божие но мы не только мы не говорим это уже они уже слышали от нас они уже знают но мы их любим и служим им своей жизнью своими поступками был такой случай когда вам расскажу историю когда муж он ходил в церковь служил в церкви но его жена она не принимала его жизнь его веру и он говорил ей об этом он проповедовал ей об этом и как бы старался изо всех сил но была одна такая интересная вещь в их семейных отношениях никто в их семье никто не любил выносить мусор и каждый раз был спор кто вынесет мусор вроде бы такая мелочь но наша жизнь вся состоит из мелочей и в каждой семье она своя вот здесь это камень преткновения был мусор и в очередной раз когда муж он отказывался вносить мусор говорит что твоя очередь она сказала ну какой же ты верующий если ты вынести мусор не можешь и вы знаете ну как-то оставил эти слова но потом в один прекрасный день он когда молился за свою жену то бог проговорил в его сердце сказал ему чтобы что да тебе нужно вынести мусор он вроде вроде отрицал это нет бог только не мусор но вы знаете когда он начал это делать каждый день он как взял это в свое собственное сердце как проповедь евангелия и каждый день начал выносить мусор то жизнь его жены тоже изменилась она поверила в бога она сказала да наверное бог он есть и ее жизнь тоже стала меняться это то что мы можем делать в своей семье мы также можем своим присутствием в любом месте где мы находимся в больнице в метро у друзей своих везде где угодно где мы можем быть мы своей жизнью своим поведением можем влиять на жизнь этого мира мы можем менять обстановку мы можем сохранять этих людей ко спасению следующее что бы мне хотелось сказать следующий как сказать принцип или способ это убеждение прочитаю вам в начале из из деяний деяний святых апостолов 18 главы стихи со 2 по 4 павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из писаний открывая доказывая что христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что сей христос есть иисус которого я проповедую вам и некоторые из них уверовали присоединились к павлу и силе как из еленов чтущих бога великое множество так и знатных женщин немало вот мы видим историю что павел приходит и он проповедует и присоединяется к церкви людей женщины мужчины чтущих бога и здесь хочу обратить ваше внимание что он говорит говорил с ними открывая доказывая им что христу надлежало пострадать у нас здесь есть такие слова употребляются в русском переводе говорил доказывал открывал из писаний из библии а если взять другой перевод то есть другом переводе греческий язык он звучит иначе там есть убеждал он убеждал открывая открывая и доказывая что значит убеждение убеждение это не означает что давить на человека сейчас я его убедю или убежду он у меня поймет он будет знать нет убеждение это рассказать почему я верю в христа на чем основана твоя надежда то есть ты должен понимать на что ты полагаешься на чем основана твоя вера или твоя надежда и мы должны об этом знать и об этом сказать другому человеку а для этого конечно нам нужно изучать нам нужно изучать библию изучать священное писание читать книги читать какие-то исторические книги пояснения энциклопедии понимать конечно мы мы можем и сами как бы говорить своими словами но хорошо когда мы понимаем что мы делаем и о чем мы говорим следующее что мне хотелось бы сказать это про возглашение совсем непонятно что такое есть про возглашение давайте я вам сейчас для того чтобы было понятней расскажу евангелие это она глава 1 стих 39 иисус он ходил и приглашал мы же знаем что у него были ученики были апостолы и прежде чем они были они были простыми рыбаками кто-то был да были рыбаки были другие люди которые занимались кто собирал налоги кто был писателем кто еще кем-то был да были разные люди и иисус он пошел и начал разговаривать с людьми и предлагать им следовать за ним он говорил так и видя что если кто-то заинтересовался им его учением то он бы им предлагал говорил придите и увидите а в следующих стихах этой же главы мы видим что те кому он предложил заинтересованным те кто почувствовали что они могут пойти за ним его ученики они тоже пошли и начали рассказывать другим людям они подходили к своим родственникам к своим братьям к своим знакомым мы говорили рассказывали что они нашли мессию и он предлагает им следовать за ним так же в нашей жизни как эти же ученики если мы хотим поделиться мы видим что человек нуждается в спасении нуждается в утешении в любви Божией у него есть нужды проблемы или у него есть пустота и мы не знаем как ему говорить то мы можем ему предложить пойти посмотреть вы можете предлагать приходить в церковь мы иногда не можем объяснить убедить да или что-то рассказать мы можем сказать пойди посмотри сам есть такое расскажу вам про одного человека давным-давно сейчас чтобы вам не говорить голословно сейчас открою и прочитаю вам был один человек его звали Альберт Макмейкин когда ему было 24 года он пришел ко Христу и был очень счастлив он решил дать возможность всем своим друзьям услышать об Иисусе и когда намечалось собрание недалеко на открытом воздухе собрание богослужения то он решил всех своих друзей собрать вместе и в грузовике отвезти в грузовике своего отца отвезти их на это богослужение и он очень хотел также чтобы один один молодой человек сын фермера чтобы он поехал вместе с ними ему было 17 лет у него была очень веселая интересная жизнь ему не хотелось ехать туда но он чувствовал Альберт что ему нужно будет ну что ему нужно об этом как-то его привести туда или как-то сказать но он не знал как и в очередной раз когда было богослужение он предложил ему самому повезти автомобиль повезти этот грузовик и он приехал и он тогда поехал туда и решил раз уж он приехал то он придет и посмотрит на это богослужение и тогда он когда пришел на богослужение он принял Христа в свою жизнь он покаялся и через некоторое время это стал знаменитый проповедник на служении на богослужениях которого покаялись очень много людей узнали о Христе очень много людей это был Билли Грэм был человек в его жизни который его сказал ему пойти и посмотри помог ему прийти и посмотреть и узнать о Христе конечно когда мы с вами говорим о Христе то еще мы можем с вами молиться о людях иногда бывают такие ситуации когда нет возможности сказать написать или убедить человека или просто рассказать как личное свидетельство о своей жизни что в вашей жизни произошло но тогда мы можем молиться вы знаете молитва это большая сила то что мы можем сделать иногда нам кажется мы молимся да и как будто небеса они над нами закрыты но я хочу сказать что мы не знаем что совершается по нашим молитвам и как это происходит но Бог отвечает на наши молитвы он защищает и хранит наших близких людей наших родственников наших друзей о которых мы молимся которые нуждаются во Христе у меня есть друг очень хороший друг музыкант и его жизнь она до Христа до его уверования она была не похожа на благополучную жизнь ну я имею ввиду вот ну что он был здоров весел бодр радостен он очень много пил алкоголя он очень много курил он употреблял разные наркотики он был да хороший музыкант но его жизнь она была страшной жизнью и когда ему говорили о Боге о том что только Бог может ему помочь он отмахивался он говорил нет мне мне ничто не поможет я и так вот как живу так и живу но один раз когда ему совсем было плохо когда он уже не знал что ему делать то он позвонил своим друзьям и попросил их сказал я не знаю сделайте хоть что-нибудь мне мне нужно чтобы моя жизнь она полностью изменилась и его друзья они приехали и помолились за него и вы знаете совершилось просто чудо по этой молитве просто в мгновение ока его жизнь изменилась я не знаю как это работает как Бог это делает конечно в наших жизнях это происходит по-разному иногда это происходит долго когда нам нужно проходить какие-то этапы нашей жизни иногда Бог он в мгновение ока меняет эту жизнь и мы не знаем как это будет возможно когда-то вы за кого-то помолитесь и Бог решит его судьбу изменится его сердце расположится да и придет мир и покой в его жизнь мы не знаем как это происходит но это возможно иногда еще нам кажется что наши слова это просто слова но когда мы говорим о Боге когда мы говорим слова священного писания то тогда приходит сила от Бога сила Духа Святого сила Божьего Духа Хочу прочитать вам из одного места писания из Библии это из послания первого послания Коринфянам вторая глава стихи с первого по пятый Павел пишет здесь и когда я приходил к вам братья приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого и был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете и словом мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости но в явлении духа и силы чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой но на силе Божьей и вы знаете на самом деле мы иногда думаем что это просто наши слова это наша мудрость но нет в этих словах есть сила Божья и является сила Духа Святого это не просто наши слова человеческой мудрости но происходит явление духа и силы как сказал Павел в Каринфином и конечно же мы можем проповедовать своими личными свидетельствами иногда нам кажется что я могу рассказать о себе ну ничего в таком моей жизни не было раньше когда кто-то свидетельствовал рассказывал о своей жизни что произошло в его жизни когда Христос пришел к нему постучался в его дверь то когда я думала про собственную жизнь мне казалось мне нечем рассказывать о чем я могу рассказать ну мне было 16 лет в общем-то у меня семья полная семья мама папа сестра в моей жизни в принципе все нормально и все хорошо я обыкновенный подросток молодежь учусь в школе что я могу сказать да я пришла к Богу и моя жизнь изменилась ну вроде бы ничем ничем плохим я не занималась я не курила не пила нигде не слонялась да не испытывала каких-то потрясений жизненных но вы знаете теперь я понимаю что и в моей личном святительстве есть сила Божия и есть о чем я могу сказать Павел когда и Петр когда свидетельствовали если читать Деяния Святых Апостолов они говорили когда их спрашивали или когда они проповедовали они говорили свои личные свидетельства они говорили о том что происходило в их жизни до того как они уверовали они говорили о том что во что они уверовали и как они уверовали и третье они говорили что изменилось в их жизни конечно для того чтобы понимать о чем ты можешь говорить составить свое личное свидетельство я бы так сказала то нужно об этом подумать и размыслить что у тебя было да во что ты поверил и что изменилось у тебя после того как ты встретился со Христом давайте будем очень внимательны внимательны к Божьему Слову внимательны к себе к тому что происходит в вашей жизни и конечно же понимать что мы можем изменить ситуацию вокруг нас мы можем быть светом и солью мы можем менять атмосферу в том месте в котором мы находимся мы можем быть свидетелями Христа на том месте на котором Господь нас поставил сегодня не будем упускать этой возможности и нести христианские ценности нести добро нести Божья любовь в этот мир чтобы он менялся чтобы было не больше жестоких и злых людей ведь на самом деле они не виноваты в этом это все в мире все хуже и хуже становится потому что грех он меняет нашу жизнь но мы можем показывать иное нашей жизнью нашими словами нашими убеждениями нашими принципами давайте с вами помолимся за свою жизнь и за жизнь тех людей которые сейчас находятся рядом с нами давайте помолимся за свои семьи где мы есть за своих родных за своих родителей детей за своих супругов с которыми мы находимся рядом и служим своей собственной жизнью дорогой небесный отец я молюсь и прошу тебя благослови господь каждого из нас мы любим тебя или мы на пороге этой любви с тобой просим чтобы ты прикоснулся к нам и наполнил нас своей любовью мы хотим быть светом этому миру мы хотим быть солью этой земли мы хотим чтобы твоя любовь твой мир господь они истекали через наши жизни мы хотим служить другим людям своими делами своими поступками тем добром который наполняет нас благослови наши семьи благослови наших ближних благослови наших деток благослови наших родителей наших супругов всех наших родственников все наши семьи дорогой небесный отец мы хотим менять атмосферу в наших семьях во имя иисуса христа благодарим тебя дорогой наш господь аминь аминь спасибо большое что вы были сегодня с нами господь пусть вас благословит и ваш и весь ваш дом аминь аминь аминь